Продолжение следует... С вами пообщаться. Покупала я не в киевском бутике Сен-Лоран, потому что этой модели нет. И, как они говорят, все раскуплено. Я еще зимой ходила, узнавала за эту пару обуви. В наличии, в общем, ее нет. Я заказала через девушку. В инстаграме магазин называется Жужу Бутик. Я надеюсь, я правильно сказала. И я увидела рекламу этого магазина в инстаграме у Маргариты Мурадовой. Решила, что можно доверять этому магазину, все нормально. И действительно, очень быстро мне привезли, буквально в течение недели, эту обувь. И по цене, конечно же, это выгоднее, чем покупать у нас. Разница существенная, когда кто-то привозит. И плюс еще привезли мне и коробку, и все-все-все полный комплект. Поэтому, конечно же, я осталась очень довольна. Итак, начну, наверное, сразу с имени, с торговой марки Сен-Лоран. Если мне будет кто-то описать замечание по поводу того, что у нас в Париже, а у нас во Франции правильно говорит Ив Сен-Лоран. Это в том, что с 2012 года бренд переименовали, и он теперь называется Сен-Лоран. Пожалуйста, не пишите мне эти морально-поучительные комментарии. Я такие очень-очень не люблю. Конечно же, необходимо говорить правильно, но я думаю, что всегда можно сделать скидку на то, что я не носитель французского языка. И уж бренд Сен-Лоран я точно назову правильно, так как он называется. И быстренько расскажу несколько анекдотов. Один анекдот как анекдот, а другой анекдот из жизни. То есть, конечно же, не нужно говорить прям совсем быть безграмотными такими, знаете, как в анекдоте. У вашего мальчика двойка по географии. Вы знаете, мы люди небогатые, мы путешествовать не собираемся. Не до такой степени, конечно же. И другой анекдот из жизни. Я работала в Адидасе, и пришёл мужчина делать возврат. Не помню, что он возвращал, но необходимо было заполнять заявление, писать там артикул, причина возврата и так далее. Написал он заявление, мы вернули деньги. Девочки берут, читают заявление о возврате. Ха-ха-ха, у него там три ошибки сделано в заявлении о возврате. Ха-ха-ха, какой он малограмотный. А потом смотрят по окошечку, а он пошёл и в рейндж-ровер сел. А они в Адидасе полы моют. Поэтому как бы степень ума измеряется. Ну, смотреть по ситуации нужно. Я думаю, что это не критично. И мои зрители меня знают и понимают. И я думаю, что всё будет нормально. Поэтому у нас в Украине бренд Сен-Лоран. Начинаем распаковку. Я очень довольна, что ко мне всё пришло с коробкой. Потому что такую обувь я храню в коробке. Я вообще обычную, конечно же, не храню. Здесь очень классные мешки у всей обуви Сен-Лоран. Невероятно красивые, классно сделанные. Я буду здесь показывать всё до деталей. Потому что у меня как бы не гора, а какой-то брендовый люксовой обуви. Поэтому каждую мелочь я буду показывать. Каждый свой кет можно хранить отдельно в таком мешочке. Он затягивается. Удобно для транспортировки, если куда-то ехать. Но я планирую эту обувь действительно носить. А не так, как у меня получилось с вот этими босоножками. Они невероятно красивые от Сен-Лоран. Но носить их поводов мало. Если бы я была свободная, либо девушка без детей, конечно же, я бы находила повод носить такую обувь как можно чаще, выглядеть красиво. Всё-таки каблук — это другая походка, это другое позиционирование себя. Но я сейчас покажу то, что действительно отвечает моей действительности, моей реальности. Обувь. Покажу вам, к чему я пришла. Это называется ожидание, а реальность во второй коробке. Далее в комплекте, в таком маленьком прикольном мешочке, были запасные шнурки, что немаловажно. Потому что белые шнурки, они часто пачкаются. И классно можно на сменку иметь запасные. Далее был конвертик вот такой вот с книжечкой. И описание. И сама обувь. Что, показываю? Кто угадал, какая? Вот они. Этикеты Saint Laurent. Которые я могу носить и буду носить после уже этой распаковки под всё. Планирую конкретно под жакет. Если у меня сложится с покупкой этого жакета. И тогда про жакет я сделаю другое видео. О своих покупках. Возможно, вещей я покупаю очень мало. Но только те вещи, которые мне нравятся. Которые долго не выйдут из моды. Которые отвечают моему внутреннему я. И так далее. Я помню, я давно обещала сделать видео о формировании собственного стиля. Я закончила несколько школ, где учительность листов. И пришла к выводам. Что самое главное. Вы можете не заканчивать никакую школу. Вы можете посмотреть дизайнеров. Эстетика бренда. Если вам откликается. Допустим, мне нравится. Saint Laurent. Givenchy. Александр Маквин. Вот. В такой эстетике. В таком направлении я и движусь. Итак. Первое. Когда я увидела эту обувь. Это в том, что я смотрела на сайте. И девочки, читайте всегда описание. Читайте всегда описание. Я не знала, что эта обувь идет из ткани. То есть, ну, она комбинированная. Язычок идет кожаный. Язычок. Вставки вот здесь, где шнуровка. Это задник кожаный. А бока полностью. Это ткань. Вот здесь можно видеть. И теперь я поняла, почему сама вышибка Saint Laurent. Она вышитая. И эффект идет такой заношенный, что этикеты поношенные. Когда-то я давно делала свои коллекции обуви. И мы вернулись из Парижа. Я была удивлена, почему вся молодежь ходит в какой-то заношенной обуви. Но на самом деле мне это на руку. Если где-то ребенок мне наступит, плюнет, либо еще что-то сделает, будет не очень заметно. Итак, я в принципе уже все рассказала о этой обуви. Давайте расскажу про размер. Размер у меня 40. Я прочитала на сайте Май Терезы, что они большимерят. Что они большимерят где-то на полразмера. Ну, вообще я ношу обувь 39, если без каблука, кеды. А если каблук, то 40. Выходит у меня, что эти босоножки 40, что эти. Я не заметила, что они большимерят. Меньше брать побоялась. Больше тоже. Зачем? Они мне очень хорошо. Есть свободное место перед пальцем. Потому что в течение дня нога отекает. И должно быть хотя бы полсантиметра перед пальцем свободного места. Здесь стелька. Сейчас я вам покажу. Это для кед очень важно. Смотрите, она идет очень широкая. То есть будет поглощать ударные нагрузки. Скорее всего она сделана из эвы. Этилвинил ацетат. Она очень гибкая. Поглощает ударные нагрузки. Вы не будете набивать пятку. Потому что у меня уже есть горький опыт с кедами, в которых ходить невозможно. И я ноги стерла в кровь. В адидасах Стэн Смит. Это просто... Я была в шоке. Как можно кедами натереть ноги, что я помню до сих пор, спустя 3 года. Вы представляете, какой это был кошмар и ужас. Поэтому вот этой стелькой я очень довольна. Единственное, что мне не нравится, почему надпись золотые буквы здесь. И на язычке. А вышивка-то черная. Ну что, не могли сделать все черное. Вы знаете, я золото, мягко скажем, не очень люблю. Стелька, в общем, с амортизацией. Язычок потертый-затертый. Вот здесь тканевый. Выходит, они были просто тканевые. И сверху сделали такие вот кожаные нашивки. Пришили кожаный язычок. Пришили кожаные вставки поверх ткани, куда вдеваются шнурки. И кожаный задник. Сейчас достану два. Вот так вот они, так они смотрятся. Кеды на каждый день, которые я буду носить. Ну просто мне уже надоели всякие адидасы, пумы и так далее. И как я сказала, эстетика бренда Сен-Лоран мне очень откликается, очень близка. Я, наверное, девушка Сен-Лоран. Где-то процентов на 60. Вот. Поэтому я считаю, что это будет обувь красиво смотреться с жакетом, с джинсами. Это то, в чем я хожу 80% своего времени. Имея маленьких детей. Ну, я не представляю, как можно гулять в обуви на каблуке, в мини-юбке и так далее. Для меня это удобно, комфортно. Не дай бог, что случится, я могу двоих нести на руках. Вот так. Двоих, каждый по 20 килограмм. Вот такие кеды. Мне они очень-очень нравятся. И я довольна, что я их смогла купить. Сейчас, кстати, начали скидки. И девочки в этом магазине Жужу Бутик постили, что они со скидкой. Но я даже не смотрела. Не хочу узнавать, сколько там скидка и сколько их можно купить. Видела из аутлетов в Италии вообще копеечная цена. Но я покупала по полной, но по европейской цене. И меня как бы радует уже, что я не переплачивала цену ту, которая в наших бутиках. Вот такие кеды, в которых я буду бегать. И обязательно где-то выложу в стори, сделаю пост в Инстаграм, когда соберу полный лук с жакетом, с какими-то джинсиками, рубашечкой, футболочкой, сумочкой. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Я надеюсь, что вам видео понравилось. Максимально короткое, максимально динамичное. Обещаю, следующее видео я уже смонтирую, доработаю. Будет влог из ЦУМа. И там будет больше всяких люксовых вещей, интересных и классных. Все. До скорой встречи. Всем пока.